Дорогие друзья, мы продолжаем прогулки по Иркутску и сегодня поговорим о театральных местах нашего города. Здание, где сегодня располагается Иркутское театральное училище, это поначалу купеческий дом. Он построен в первом десятилетии прошлого века. И об этом свидетельствуют замечательные подвалы, где можно было складывать много различного товара. Но, к сожалению, в настоящее время они залиты водой. Что же касается истории театрального училища как учреждения, все начиналось с небольшой театральной студии при Иркутском драматическом театре. Там, к примеру, учился Леонид Иович Гайдай, чье имя всем хорошо известно. В 1962 году студия была преобразована в театральное училище. Это произошло благодаря энергии первого директора училища Аи Зиновьевны Левиковой. Вообще, личность исключительно спорная, но надо отдать должное. Именно Ая Зиновьевна смогла собрать здесь исключительно яркий педагогический коллектив. Всех ярких театральных деятелей, которые преподавали в этих стенах, попросту не перечислить. Ну, достаточно назвать имя Виталия Константиновича Венгера, легенды иркутской сцены. Он отмечал, что когда его пригласили сюда, сильно сомневался. Как? Он же еще довольно молодой человек. Но в итоге понял, что начинает глубже относиться к работе над ролью именно под воздействием своей педагогической работы. Это здание было построено в 1950-е годы для кинотеатра «Мир». Интересно, что строилось оно по типовому проекту. И у него есть братья-близнецы. Мы все знаем Иркутский театр народной драмы, мы все знаем Ангарский кинотеатр «Победа». Это вот как раз абсолютно такие же здания, как кинотеатр «Мир». Что же касается театра «Кукол», он был организован в 1935 году. Тогда он назывался «Театр кукол и марионеток». Первый спектакль был очень торжественный. Он назывался «Еж, Петрушка и две обезьяны» и прошел в присутствии первых лиц региона, включая первого секретаря Восточно-Сибирского крайкома ВКПБ Михаила Осиповича Разумова. Ну, а потом театр продолжал жить, менял свое название, но не менялось главное назначение. Он готовил немало веселых кукольных спектаклей. Было только одно плохо – сложности с помещениями. Проблему удалось решить только в 1986 году, когда театру передали здание бывшего кинотеатра «Мир». За год оно было отремонтировано, и теперь здесь непрерывно работает Иркутский кукольный театр, получивший имя «Аистенок». Иркутский музыкальный театр знают все. Начал он свою историю в 1941 году. Тогда назывался театром музыкальной комедии. И надо сказать, что уже в первые десятилетия его существования актерский состав был исключительно сильным. Вот только один пример. Поехал театр в Москву на гастроли в 1958 году. В числе прочих поехал артист Николай Кузьмич Каширский. Выступили, и тут же Московский театр опереты его забрал. Долгие годы театр располагался в здании на улице Ленина, там, где сейчас находится Тюз. И вот вырезка 1971 года. В газете «Восточно-сибирская правда» рассказывалось, что, наконец, утвержден проект театра. Красивая фотография зрительного зала. Все именно то, что в итоге было здесь сделано. Только когда сделано? Сделано-то было только в 1990 году. Тогда, в годы перестройки, театр получил не только новое здание, но и новое название. Он стал Иркутским музыкальным театром. Вот такие три странички театральной истории нашего города. До новых встреч на прогулках по Иркутску. Субтитры создавал DimaTorzok